Всем тихой ночи! Как появляются популярные вымышленные вселенные? Обычно все начинается с какого-то поста в анонимных, ну или не очень интернетах. Настолько чем-то цепляющего людей, что они начинают придумывать и расширять увиденное, да, целой вселенной. Фонд SCP начался с сообщение о том, что некая секретная организация содержит аномалии. Бекрумс с того, что пропадающие люди попадают в мир, похожий на мешанину пустых комнат, а самосбор с поста, описывающего бесконечную хрущевку. В 2020 году подобным образом появилась такая штука, как Эверэкспендент Банкер или вечно расширяющийся бункер. В группе на реддите, посвященной мемам про политические координаты, была запущена очередная картинка, где герои мемов вроде как должны придерживаться каких-то политических взглядов. Поглядим, что нам скажут, например, центристы. Вот человек из старого мира. Он хранит у себя в комнате видеоролики из этого самого старого мира. Пытается вспомнить, как выглядят деревья. Настолько погружается в свои воспоминания, что иногда не выходит из своей комнаты по 4 дня, из-за чего пропускает возможность получить свою долю воды. Он дружит еще с двумя людьми, которые пытаются сохранить культуру мира, существовавшего до того, что тут называется просто событие. Праздновать праздники и вспоминать что-то. Над ними всеми часто посмеивается правый конспиролог, который отрицает само существование поверхности. Ведь весь мир это бункер, а больше всего он смеется над тем сумасшедшим, который все еще верит, что он находится на поверхности. И никакого события даже и не было. Может быть, этот конспиролог и прав. Ведь теми, кто говорит о внешнем мире, случаются пугающие вещи. Вот один тип, который посреди темных коридоров бункера устраивал пикники, где жарил мясо, используя вместо онова пищевую массу, которые тут все питаются. Вот он любил рассказывать, что на поверхности люди всегда так делали, что это было что-то вроде ритуала, который назывался барбекю. И слово это похоже нечистое, ведь парень этот медленно сходил с ума. Все чаще рассказывал не о чудесах поверхности, а о тоннелях, которые даже древние бункера. Они уходят глубоко под землю и хранят в себе древние ужасы. И вот однажды бетонные коридоры затянуло странным туманом. И после того, как он рассеялся, парня этого больше никто уже не видел. Зато вместо него появился подозрительно чистый и хорошо одетый молодой человек, рассказавший, что он пришел из этих подземелья как раз во время тумана. И этот тип крайне странный. Например, когда он говорит, его губы не двигаются, а голос слышно прямо в голове. А еще он хоть и признает, что компьютер управляет бункером хорошо, но лучше освободить древних богов. Присутствие богов тут, к слову, ощущает почти каждый, но большинство боится говорить об этом вслух. Кстати, да, бункером управляет компьютер идеальным образом, распределяя калории пищемассы между жителями комнат. Некоторые компьютерам довольны. Пределом счастья для них оказываются дни, когда мерзкая питательная жижа, единственная составляющая местного пищевого пайка поступает теплой. Другие считают, что все трудности временные и, если подчиняться приказам компьютера, можно в итоге вырваться на поверхность. Особенно приближенные к компьютеру местный IT-департамент так не думают, но тоже всем довольны, особенно модификациями своего тела, которые компьютерам дает за верную службу. Был один такой, который говорил, что на самом деле никакого события не было и на поверхности все в порядке. Он каким-то образом пробрался через охрану к выходу из бункера и даже смог открыть дверь на поверхность. Известно, что когда дверь открылась, этот человек истошно закричал. Теперь его полный ужас и крик компьютер использует для того, чтобы никто даже и не думал приближаться к главному выходу. Эта нехитрая пропаганда работает на людей и большинство верит в то, что нужно делать то, что говорит компьютер, а именно копать все новые уровни бункера. И с этой задачей разные люди справляются по-своему. Вот женщина, известная как микроменеджер, собрала вокруг себя целую армию, которых называют симпами. Они копают день и ночь только ради самых малых крох внимания своего объекта обожания. А также они занимаются самой грязной работой. Например, убирают наросты плоти, покрывающие нижние уровни. Или вот один рабочий настолько увлекся, что работал на 45 уровне 6 лет подряд. И для того, чтобы не возвращаться за едой, даже проделал дырку в одну из труб с пищемассой, чтобы питаться ей. Отчего компьютер посчитал, что этот человек давно умер. Впоследствии он станет персонажем местных легенд по имени Забытый. Питанием пищемассы довольно не все. Например, основатели культа великого клоуна еды, который, как говорит их учение, может предотвратить повторное наступление события. Если поставить его статую на место компьютера. Главный символ великого клоуна еды – это руна в виде золотой буквы «М». Последователи этой секты носят красную униформу с этим символом. И с каждым днём секта клоуна еды всё популярнее среди теряющих надежду жителей. Короче говоря, вместо привычных для этой группы в реддите мемных политических измышлений, в картинке оказался целый мир, подозрительно похожий на самосбор. И он людям понравился настолько, что вскоре появилась расширенная версия картинки. Там появилось несколько новых организаций. Какие-то из них борются с компьютером, другие его поддерживают. Как, например, коалиция. Третьи являются безумными сектами. Также подробное описание получил лор многих из уровней. Например, на 66 уровне бункера какой-то мужик нашёл пластиковую корону, и жители уровня ради шутки решили ему служить. А затем все просто забыли, что это шутка. И теперь там монархия. Что более примечательно, произошло небольшое развитие лора во времени. Например, упоминается некий кислородный купол, построенный вокруг выхода из бункера, под которым трудолюбивый фуражер выращивает картошку и морковь. Также появляется больше взаимодействия с наростами плоти. Появились персонажи, которые её изучают и даже пытаются заниматься таким вот фермерством. Собирать из наростов мясо и молоко. Под это всё появилась группа на реддите, в которую народ стал постить истории и арты, как про каноничных персонажей, так и придумывать новых бункерных ваджаков. Да, большинство персонажей тут это вариации мема с ваджаком, хотя бывают и другие. Даже вот есть Роуфейс. Через год существования сообщества вышла вторая часть каноничных координат бункерного мира, где произошло небольшое продвижение сюжета. Компьютер, ожидаемо, совершенно обезумел и превратил своих непосредственных последователей киборгов, лишенных воли. А коалиция, напротив, приспособилась к безумию компьютера так, чтобы извлекать из этого максимальную выгоду, а не стали чем-то вроде теневого правительства. В то же время появилось ещё больше безумных сект и персонажей. Например, крысиный король. Он появился, когда коалиция проводила эксперименты по контролю разума. Будучи подопытным, будущий крысиный король смог сбежать и обнаружил, что может контролировать разум пещерных крыс, из которых собрал целую армию. Секта поклонников клоуна еды раскололась на три ветви. Одна считает, что клоуна зовут Рональд, а другая думает, что на самом деле имя клоуна Марио, потому что не зря же тут буква М повсюду. Третья ветвь оказалась наиболее радикальной. Они предпочитают существовать в тотальной секретности, собирают оружие и хотят устроить маг-крестовый поход против разного рода еретиков и точка. Такова основная ветка канона. Компьютер путем бесконечных оптимизаций делает жизнь людей все более невыносимой, а поехавших сект и персонажей становится все больше. Но за последнее время появилось еще несколько альтернативных веток. Например, Дип Дарк Канон. Суть которого в том, что тот персонаж, который появился после события с Туманом, добился своего. Выключил компьютер и запустил древнее зло в систему управления бункером. Большинство жителей превратились в монстров, а из тоннелей повылазили новые существа. Например, люди-кроты. А затем и вовсе пропало электричество. И вот даже один парень застрял в лифте навечно. А тот чувак, который раньше отрицал поверхность, теперь отрицает освещение. Главное, что тут появилась, это конечно же идея мультивселенной. Потому что тут есть персонаж, который может перемещаться между параллельными линиями времени. Есть каноны еще более далеком будущем, где поверхность стала пригодной для жизни людей. И все еще работающий компьютер взялся ее колонизировать, направляя волны солдат коалиции на колонизацию земель, буквально забитых монстрами и чудовищами всех форм и размеров. Компьютеру противостоит секта клоуна еды, которая под руководством Джона Джоппе победила еретиков Марио и организовалась в МАГ-армию. И также пытаются колонизировать поверхность. Они не только успешно борются с монстрами и колонизаторами коалиции, но и основывают теократическое государство, живущее по заветам клоуны еды. Ведь только еда помогает справиться с ужасами поверхности. А что за ужасы ожидают людей на поверхности, даже сложно представить. Одна обезьяна с джетпаком чего только стоит. Сейчас на дворе 2022 год и сообщество расширяющегося бункера генерирует просто какое-то неприличное количество контента. Новые персонажи, небольшие рассказы и конечно же комиксы и политические координаты. Посмотрим куда все это придет. Может быть это все продержится еще пару месяцев и потом угаснет. А может будет новая популярная вселенная. Видео по которой будут собирать просмотры также, как сейчас и ролики по бэкрумсу. Всем пока!